здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал круги на полях расшифровка продолжаем обзор так называемой черной флешкой с флешки который прислал мне мой подписчик давайте значит коснемся темы вот тут хочу вам немного зачитать читать много все не буду оставляю значит ссылку сейчас в конце как прочитаю покажу сколько там материала и вы можете все это сами посмотреть и прочитать о священных скоробеях и сфинксов водах нила вогнутости зеркал пирамид африки и африканцев нашел в сети интересную заметку по пирамидам тайна пирамид или огненный столб несколько лет назад один американский ученый заявил что первоначально великая пирамида имела две главные особенности сверкающую поверхность и вогнутые в средней части грани что является само по себе очень мистическим преднаменованием древние строители крылья пирамиду слоем полированного известняка толщиной два с половиной метра известняк был настолько блестящим что пирамиды могли быть заметны за много километров именно благодаря своему блеску утром и в полнец и в полдень солнечный свет отраженный зеркальной поверхностью пирамиды был видим даже с луны местные жители смотрели на пирамиду и ее искривляющаяся поверхность со страхом и благоговеянием в течение многих столетий но когда в 13 столетии землетрясение расшатало некоторые из камней оболочки арабы стали использовать облицовку на строительство и восстановление каирских дворцов и мечетей таким образом пирамида потеряла свой первоначальный блеск и сияние камни облицовки были совмещены с промежутком 0 5 миллиметра и имели идеальные примере прямые углы современная технология не позволяет разместить такие блоки с с большей точностью еще более странно что этот промежуток был предназначен для клея запечатавших запечатавшего и скреплявшего камни белый цемент который крепил камни облицовки все еще не поврежден и более крепок чем блоки которые он крепил что касается вогнутости грани который совершенно незаметно земли и по некоторым мнениям отражает радиус земли то первыми и и заметили французские ученые сопровождавшие армию наполеона в египетском походе затем на сто лет об этом забыли и только в наши дни воздушная съемка офицера британской армии показалось то что существует довольно явная вогнутость грани пирамиды странно то что более поздние пирамиды хефрена и микарина строились совершенно плоскими гранями по-видимому главный строитель великой пирамиды скрыл от своих последователей смысл и предназначение вогнутости по мнению одного египтолога своеобразные вогнутые зеркала на гранях общей площадью около 15 гектаров служили для фокусировки солнечных лучей в день летнего солнцестояния в этот день когда солнце стояло в паре градусов от зенита происходило поистину магическое действие благодаря отполированным граням великая пирамида сверкала как бриллиант в фокусе вогнутых зеркал температура поднималась до 1000 градусов люди начинали слышать потрескивание идущие от этих точек усилившиеся постепенно до оглушающего звука среди сверкающего света и грохода над вершином пирамиды и сторгались вверх волны раскаленного воздуха создавалась иллюзия огненного столба поднимающегося от пирамиды люди верили что таким образом на землю сходил великий священный бог амон-ра по этому поводу вогнутые грани у меня возник вопрос а не использовались ли пирамида хуфу как зеркало подобное зеркалам на тибеты с уважением владимир ну и далее вы сможете прочитать эту интересную статью которую я вам предлагаю значит вот тут описывается о жуках скоробеях читайте на здоровье информации очень много так это вот значит круги на полях вот столько вы можете прочитать на эту тему круги на полях скоробей это значит файл который я вам сейчас читал новые пиктограммы откуда гости к нам пиктограммы и их расшифровки последние дни мая и начала проблемным проблемы биологии человека так что ребята проходите ссылку оставляю читайте на здоровье и образовывайтесь спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания